Первый снег стал последним. Турнир с таким названием завершил соревновательный сезон самарских ролевиков. Рыцари средневековой Европы и Древней Руси встретились в минувшие выходные в загородном парке, сразились и сложили оружие до весны. Как это было? Репортаж наших корреспондентов. Лучники! Всех стрелим еще! Цели здесь условные, луки и стрелы. Спортивные, безопасный, азарт, зато неподдельный. Ролевики закрывают сезон 2014. Этот сбор финальный. У меня сборная кельтики с Германией. То есть это германский где-то 8-10 века плащ, какая-то фантазия а-ля храброе сердце, платьишко и в общем, а лук вообще спортивный. Оценивают на этот раз не костюмы, а ловкость, меткость и спортивную подготовку. Ролевики, как сами про себя рассказывают, играют в историю. В одном сражении могут участвовать два воина совершенно разных эпох. Поэтому выбирают, кому что нравится. Правила простые. Выиграл, проходишь следующий тур. Лучшим воином признается тот, кто побеждает всех соперников. Мечи, ножи, топоры только выглядят устрашающе. На самом деле, значительно облегченная версия настоящих. Бывает, что и ломаются. Первым снегом, который, кстати, в загородном парке выпал и не растаял сезон, закрывают. Он был насыщенным событиями. Различных фестивалей в области прошло около десятка. И в этот раз зрителей, особенно детей и фотографов-любителей. Даже в морозную погоду привлекли люди в доспехах. Они, кажется, и рады работать на зрителя. Для того, чтобы посмотреть и выявить, кто лучший из лучших, тут представлены фактически все клубы города Самары. И не только Самары. Никогда нельзя думать, что тренироваться внутри клуба – это хорошо, и у тебя есть какой-то в этом успех. Ты понимаешь свои ошибки в работе с клинком, с щитом только на тот момент, когда ты выходишь попротив незнакомого тебе противника. Сезон 2014 официально можно считать закрытым. За зиму любители поиграть в историю сошьют новые костюмы, продумают другие сценарии схваток. И как только сойдет снег, снова сойдутся на поле боя. Нина Ванина, Александр Дмитриев. Новости губернии.